Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. И мы с вами читаем, точнее дочитываем вторую книгу Маковея. Сегодня 15-я, последняя глава. Как всегда, читаем небольшими отрывками, и я даю комментарий прочитанному тексту. Когда узнал Никанор, что бывший из Иуды находится в стране Самарийской, то думал совершенно безнаказанно напасть на их в день покоя. Значит, Никанор это тот человек, которого послал царь Дмитрий по прозвищу Сотер, спаситель, в Иудею, чтобы захватить Иуду Маковея. И вот Никанор, узнавая, где находится Иуда, решает напасть в день покоя, в день субботний. Почему в день субботний? Потому что он знает, что евреи почитают этот день и стараются в этот день ничего не делать. И он надеется, что он нападет на них, а так как Иудеи воевать не будут, не будут поднимать оружие, он их все просто перебьет. Такое уже было. Когда же по неволе сопровождавшие Иудеи говорили, не губи их так жестоко и бесчестно, воздай день освященному всевидящим. То есть Иудеи, которые были среди войска Никанора, которые почитали субботу, и вот они говорят, чтобы Никанор не делал этого, чтобы не совершал греха. Тогда этот ченщититель спросил, «Неужели есть владыка на небе, прилейший праздновать день субботний?» Ну, понятно, что Никанор не отрицает существование богов. Скорее, он отрицает существование того бога, который повелел праздновать день субботний. Он не верит, что есть истинный бог. И когда они отвечали, «Есть живый Господь, владыка небесный, привлевший чей-то седьмой день, почему бог называется живой?» И это слово встречается неоднократно. Значит, живой, в отличие от языческих идолов, которые просто статуи, просто идолы, просто истуканы. Владыка небесный, ну, владыка, который правит, управляет он царь, царь людей. Почему небесный? Ну, не потому, что он живет на небе. Если мы скажем, что бог живет на небе, то знаете, как получится, что если он живет на небе, то его где-то нет, его нет на земле. Ну, нет, он есть везде. Почему небесный? Вот есть земля, на которой живут люди. Есть противоположность земли, это небо. И, соответственно, бог, он не такой, как люди, он не такой, как этот мир. То есть, речь идет, скорее, о характеристике бога, а не месте его пребывания. И вот этот бог, живой бог, владыка, тот, кто отличается от всего остального мира, повелел чтить седьмой день, день субботний. То он сказал, «А я, господин на земле, повелевающий взять оружие, исполняя царскую службу». Впрочем, он не успел совершить своего умысла. Ну, здесь такое горделивое противовление. Вот есть бог, он там на небе, ну, пускай он на небе, а я здесь на земле. Вот я и буду здесь приказывать и исполнять царские повеления. Для меня мой бог – это царь. Провозносясь с великой гордостью, Никанор думал одержать всеобщую победу над бывшей Саудой. Маковей же не перестал надеяться с полной уверенностью, что получит заступление от Господа. Он убеждал бывший с ним не страшиться на шести язычников, но вспоминая прежде бывшие опыты небесной помощи и ныне ожидая в себе победы и помощи от содержителей. Ну, действительно, бог посылал помощь Иуде. Эта помощь была как прямая. То есть, вот, бог посылал там ангелов, воинов небесных, и они помогали Иуде и другим евреям. Так и просто давал силы Иудеям побеждать. Утешая их обетованиями закона и пророков, припоминая им подвиги, совершенные им самими, он одушевил их мужеством. Ну, какие обетования закона? Обетования следовать... Обетования, если евреи будут следовать закону, то бог их благословит. Вот что интересно. В законе, да и, впрочем, и в некоторых пророческих книгах, говорится о награде земной. Это дети, это долголетие, это благоденствие, это богатство, это жизнь на своей земле. Но не обещание небесных, небесных благ. А вот, если смотреть на более поздние книги, то в них появляется идея воскресения мертвых. как награда за веру, за благочестие, за следование закону. Ну и вот Иуда обещает это. Может быть, он говорит, что если вы будете следовать закону и будете воевать, то Господь вам и вашим детям даст мир. Либо, может быть, он обещает новую жизнь в воскресении. Но вот он воодушевил их мужеством. Возбуждая дух их, он убеждал их, указывая притом на вероумство язычников и нарушениями клятв. Воружил же каждое не сколько крепкими щитами копья, сколько убедительными добрыми речами, притом всех обрадовал рассказы о достойной вероятии сновидения. Ну и дальше идет рассказ об этом видении, которое было. Видение же было таково. Он видел у него бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кротким нравом, приятным в речах, и с детства ревностно усвоившего все, что касается родителей. Видя он, видя, что он простиралек и молился за весь народ иудейский. Давайте вспомним, кто такой Уни. Уни это первосвященник, которого убили, которого убили, убили язычники. И вот как бы с момента гибели Уни как раз и начались вот эти все бедствия, вот эти все несчастья евреев. О нем говорит и Писание, и иудейское предание, что он был очень благочестивым человеком. И вот здесь описывается, что даже после смерти, то есть Уни уже мертвый, после смерти он умолится за иудейский народ. И мы можем сказать, что это одно из первых описаний того, что мы называем молитвы святых. То есть, когда человек, который жил благочестиво на земле, умирает, он получает особую благодать от Бога, и он молится за тех, кто остался здесь на земле. Ну, это наши святые, это те, кто изображен на иконах. Значит, и вот здесь описание. Значит, что здесь интересно? Это видение, даже можно сказать, что это сновидение, то есть Иуде, Макове, снится. И он это пересказывает, и пересказывает как истину. То есть, скорее всего, вот эта идея о молитве святых уже у евреев была. И то, что он рассказывает, это не является чем-то шокирующим. Они действительно понимают, они действительно верят в то, что там происходит. Да, если мы обратимся к каноническим книгам, то мы не найдем описание молитвы за умерших. но вот в неканонических есть. Неканонические книги это книги, которые описывают период между заключением канона, или так, написанием последней книги канона и до Нового Завета. А это 400 лет. Хорошо. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славой, окруженный дивным и небычайным величием. И сказал Оне, это братолюбец, который много молится народе и святом городе. Иеремия пророку божий. Тогда Иеремия, простевший правую руку, дал Иуде золотой меч, подавая его, сказал, возьми этот святой меч, дар от Бога, который ты сокрушишь врагов. Ну давайте здесь разбираться, почему Иеремия назван братолюбцем. Ну понятно, что речь идет о пророке Иеремии, том самом пророке, который плакал. И почему он братолюбец? Потому что он увидел разрушение Иерусалима, гибель Иудейского царства и начало плена. И вот это было настолько сильно, настолько его настолько сильный переживание, что он написал книгу, которая называется книга плач, в которой он оплакивает страдания иудеев. И вот Иеремия это тот пророк, тот святой, который молится за свой народ. И вот он дает Иуде меч воевать. Это введение никакого меча, конечно, в реальности, физической реальности не было, но Иуда идет воевать. Утешены столь добрыми речами Иуды, которые могли возбуждать к мужеству и поплять сердца юных. Иудеи решились не располагаться станом, отважно напасть и с полным мужеством наступить в бой, решить дело, ибо город и святыня и храм находились в опасности. Что обещает Никанор разрушить разрушить храм иудеев всех выселить, на их место поселить язычников, а вместо храма истинного бога построить храм Дионису. Это его клятва. Ну и значит, поэтому иудеи решают не тянуть время, а сразу нападать. Борьба за зажженные детей, братьев, родных казалась им делом менее важным. Величайшее и преимущественное опасение было за святой храм. То есть, они были готовы погибнуть все, но только чтобы храм не было сквернем. Для тех, которые остались в городе, также немало было беспокойства и больней тревожи сражений, имеющие быть в поле. Почему Иуда вывел воинов вперед? Ну, битвах, которые можно либо выиграть, либо проиграть. Если выиграть, это хорошо. Если проиграть, то можно всегда отступить в город и закрыться в городе. Итак, все ожидали, что наступает решение дела, когда враги уже соединились и войско было поставлено в строй. Слоны размещены в лежащих местах и конница расположена по сторонам. Ну, значит, обычно как? Конницу ставили по бокам, чтобы она защищала фланги и обходила врагов по сторонам и стремилась зайти в тыл. Слоны шли впереди и располагались воины. Или слоны шли посередине или впереди. Вот. И здесь все подготовили. Евреи воюют, но все-таки евреи не являются профессиональными солдатами. Это ополченцы. И поэтому, конечно, такое грозное войско против них не может не пугать. Однако евреи не боятся. Маковей, видя наступление многочисленного войска, в пестроту приготовлено оружие и свирепый зверей простер руки к небу и призывал Господа творящих леса и всевидящее, зная, что не оружием одержится победа, но сам он, как ему угодно, дарует победу достойным. Ну, здесь понятно, что Бог это истинный военачальник и ему не нужно оружие, не нужно оружие людей. Люди не смогут победить, если он за них не будет. Поэтому он надеется на помощь Божию. Да, Бог действует через иудеев, но все-таки победитель он. Молитесы он так говорил, «Ты, Господи, при языке, царе иудейском послал ангела, и он поразил полка Синахеримова 185 тысяч. И ныне, Господь небес, пошли доброго ангела перед нами на страх и трепет врагов. Силу мышцы твоя да будет поражены пришедшие скулением на святой народ твой сим он кончил». Ну, здесь вспоминается история, когда Синахерим, царь ассирийский, окружил Иерусалим и готовился его взять штурмом. И в одну ночь по стану ассирийцев прошел ангел, который истреблял этих воинов. Там погибло огромное количество народу, и Синахериму пришлось снять осаду и уйти. Что это за поражение, было неизвестно. Некоторые говорят, что это была какая-то моровая язва. Там даже чуму предлагают, но неизвестно. Вот. И снова просят того же самого ангела, который был. Он должен прийти. Здесь ангел еврейского народа. Ну и еще так в 24 стихе «Силой мышцы твоей». У Бога, конечно, нет мышц, потому что Бог есть дух. Здесь используется то, что называется антропоморфизм. То есть Богу приписывают черты человека. И вот мышца, мышца, как сильная мышца, или так высокая мышца, как в других местах священного Писания, сказанной вот этой Божьей силой, все побеждается. Хорошо. Бывшие с Никанором шли со звуком труб и криками, а находившись с Иудой, с призыванием и молитвенно вступили в сражение с неприятелем. Руками сражаясь, а сердце молясь Богу, они избили менее 35 тысяч, весьма обраданные, видимой помощью Божией. Битва, победа, и иудеи понимают, что это победа от Бога. Окончить дело и радостно возвращались, они узнали, что Никанор упал в своем всеоружии. Когда крик и шум утихли, они восхвалили Господа на отечественном языке. На отечественный язык это скорее всего еврейский язык, почему? Потому что евреи говорили на арамейском, и как они восхвалили Господа? Скорее всего они спели псалмы, тогда Иуда первоподвижник и сограждан телом и душой и уши летая свои сохранившие данные племенников дал приказание, чтобы отсекли голову Никанора и руку с плечом и несли в Иерусалим. Для нас это выглядит конечно жестоко, но увы это действительно так происходило в те времена. Войны вели достаточно жестоко и так издевались над трупом побежденного. придя туда он создался одноплеменников и поставил преджертвы консещениях, призывав и тех, которые находились в крепости, и показав голову скверного Никанора и руку злогохульни, которую он простирал на святой дом вседержителей и превозносился, приказал вырезать язык уничтестивого Никанора и раздробить его, разбросать птицам, руку же безумцу, повесить против храма. Ну, что там за история про руку, которую он протягивал храму? Никанор пришел в храм, это описывается в 14 главе, он пришел к храму и потребовал, чтобы священники отдали ему Иуду Маковея. И священники отказываются, тогда он протягивает правую руку, клянется и говорит, вот на этом месте будет просто яма и будет построен новый храм, храм Диониса. Ну, и здесь как бы вот, вот она рука и поэтому ее вешают. Он говорил языком, его вынули и растоптали. Да, нам кажется это жестоким, но мы ведь смотрим на историю Ветхого Завета из 21 века, из 21 века христианского христианской эпохи. Здесь Христа еще нету. Ну и не забываем, это просто война. Тогда все, обращаясь к небу, прославляя явившую помощь Господа и говорили благословен, сохранивши нескверненное место свое, свое место, которое не было осквернено, это конечно храм. Голову Жениканора повисла на крепости, видимости для всех явное знамение помощи Господней и все общим приговором определили, никогда не оставляет торжества Денсии и чтить же празднестом 13 день, 12 месяц, называемый на сирском языке Адаром, за день до дня Мардахеева. Вот здесь давайте немножко остановимся, вот про 13 день, 12 месяца, Адар, за день до дня Мардахея. день Мардахея, это Пурим, это Пурим, и праздновать победу над Никанором за вот как раз день, то есть, если 13 день, то следующий, 14, это день, день Пурим, значит, праздновать, это запрет на пост, если праздник, запрещено было поститься. Ну хорошо, давайте дочитаем эту книгу, тут осталось совсем немного. Так как кончилось дело с Никанором, и как с того времени город остался в власти евреев, то я кончу здесь мое слово. Значит, автор этой книги подводит итог, делает такое заключение. Если я сложил все хорошо и древнеритворительным, то я всего и желал, если же слабое посредственное, то я сделал то, что было по силам моим. Ну, я присоединяюсь к автору этой книги. Неприятно пить особое вино, это че же особо воду. Между тем, вино смешанное водой, сладкое, доставляет удовольствие. Так и состав сочинения приятно занимает слух читателя при соразмерности. Ну, в книге, возможно, есть что-то сильное, что-то слабое, как вино и вода, но вот они соединены вместе. И тем приятно пить вино с водой и читать эту книгу. Причем книгу надо читать не очень длинную, потому что если длинная, то устанешь. И автор действительно сокращал книгу, описывая только то, что было интересно. Ну и последние слова этой книги здесь добудет конец. На этом мы тоже заканчиваем. Мы с вами прочитали 15-ю главу второй книги Маковеев и прочитали всю книгу Маковеев. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok